Сергей, и вопрос все-таки уточнить. После того, как мэр приехал на Барбашово, я помню, это было около 15 часов, там первый был результат, что разблокировали все-таки тогда этот перекресток. И, насколько я помню, мэр проводил встречи уже с предпринимателями в горосполкоме. Вот присутствовали вы на этих встречах и какие тогда результаты были этих встреч? Я помню, что на этих встречах, мало того, когда разблокировали рельсы до горосполкома, мэр пригласил всех обратно вернуться к администрации ВЭК, которая находится в районе Артаренко. И, в принципе, объяснил полностью свою позицию в поддержку граждан. Я помню, он сказал тогда почему, что я на среднем предпринимателя. Да, совершенно верно. Прозвучали такие слова от него. Мало того, он их подтвердил действием. Он просто попросил всех набраться терпения и благоразумия. И какие-то отдельные выпадки, слова в сторону его от людей пресеклись просто благоразумием действительно тем, что от него было конструктивное предложение. Конструктивное предложение. Не устраивать хаос и бардак, а все-таки в легитимном поле, в нормальном правовом разобраться с этим вопросом, установить виновных в этом. Кто конкретно распространял эти слухи и задать лицам, представителям концерна АВЭК, конкретно участвующим в этом. Тогда, я помню, был Богинский. Богинский, да. Всем задать вопрос, на каком основании, что такое перезаключение этих договоров с Property Management Ukraine и почему аренда повышается в три раза. И это все прекрасно понимали здравым своим умом, в том числе и Геннадий Адольфович, что такие непоборные суммы за ту деятельность, которая ведется здесь, но это не под силу никому. То есть задаем вопрос, может быть, эта специальная провокация была создана какими-то отдельными лицами для того, чтобы в дальнейшем каким-то образом ее урегулировать. Но тогда мы встретились в сессийном зале, и мы услышали от мэра четкие разъяснения по этому поводу. Были заданы, вызваны люди, он потребовал от них объяснений. Они их объяснения эти дали, и было принято там решение оставить всех в покое просто. И какой результат именно был? Результат произошел такой. То есть после вмешательства Геннадия Адольфовича был самый главный результат для предпринимателей, что договора мы перезаключили, но перезаключили на тех же условиях, которые были ранее устраивающие всех предпринимателей рынка барабашок. То есть вот это трехкратное повышение арендной платы, оно было скасовано? Оно было скасовано однозначно, да. Оно было скасовано однозначно и здравым умом, и экономическим, и договоренностями. И сейчас у вас договора до 2018 года, да? Да, совершенно верно. После этого нам эти договора выдали на руки, и они у нас заключены до 2018 года, что в принципе всех устроило. А вот сейчас, ну вот, знаете ли вы по ситуации, сейчас проводится снос на нескольких магазинов, на кругу троллейбусов и автобусов. Вот что-нибудь по этой ситуации вам известно? И есть ли какая-то корреляция между тем сносом и планируемым, то что вот здесь ходят слухи? Да, ну, в чем разница? Слухи, что я могу сказать, разница заключается в том, что находясь в полном неведении, я могу лицезреть, как и все остальные, просто факт сноса этих магазинов. Но, с другой стороны, опять-таки же, ссылаясь на источники разговора среди людей, да, и все-таки видя официальных представителей власти и юрдепартамента город-дела, я понимаю так, что был некий проект, утвержденный архитектором в том числе города и решением сессии городского совета. На городской земле улучшить условия терминала автобусного и троллейбусного для того, чтобы подъездные пути, развязки все-таки имели достойный вид, чтобы не было этого хаоса, который творится вокруг метро, да, с этими всеми незаконными формами. И, в принципе, я не вправе давать какую-либо оценку с юридической точки зрения, лишь только потому, что я тоже отношусь к громаде нашего города, мне тоже нравится, что происходит в нашем городе, и парки, и места, и все остальное. Я считаю это целесообразным, если где-то, в чем-то, что-то упорядочится, да, и приобретает нормальный вид. Здесь, ну, людям, я думаю, будет однозначно легче, приятнее приезжать в это место, когда это будет все убрано, когда там будет все сделано. Лично я, у меня гражданская позиция такова, что если на то есть законные основания и решения громады города, и депутатов горсовета, и это мэр города поддерживает, ну, я не могу быть против этого, потому что я живу в этом городе, и меня это тоже все устраивает. Ну, а в чем тогда все-таки разница? Ну, вот, там уже сносят, понятно, и действительно, представители горосполкома сказали, что есть решение горосполкома, оно опубликовано на сайте городского совета, предприниматели там получили именно официальные уведомления, и, в принципе, предприниматели сами это подтверждают, там есть, как бы, ну, спор, несоответствие, то есть, есть круглая печать, нет, представители горосполкома говорят, что были с круглыми печатями, предприниматели говорят, что получили просто подписанные, вот, Но, тем не менее, есть решение горосполкома, есть действительно проект, утвержденный о строительстве транспортных терминалов. А вот здесь у вас, то есть у вас здесь, в общем-то, огромная, довольно площадка. Насколько я понимаю, это называется Яма-Лужники. Да, Яма-Лужники это называется. Сколько здесь ориентировочно торговых мест, магазинов? Я бы не ошибиться, но по моим личным наблюдениям, тут находится более чем 500, а то и больше предпринимателей. Я думаю, что и по тысячу предпринимателей, которые в свое время вложили колоссальные деньги, на тот момент сбережения свои, в строительство этого всего. И, в принципе, я так вижу, то есть магазины, они однотипные, видимо, они построены по какому-то согласованному проекту, да? То есть, ну, можно сказать, что есть капитальные, в общем-то, здания такого современного вида. А что здесь происходит? Какие-то официальные документы? Здесь на сегодняшний момент происходит такая вещь. Оценку этому мы хотим действительно добиться и дать в правовом поле, понять, внести ясность полностью во все происходящее, понять это все путем того, что мы группой инициативной людей, которые были вовлечены в эти разговоры непонятные, да, 17-16 числа июля, мы хотим внести ясность и получить достоверную информацию из источников путем подачи письменных обращений во все последующие инстанции, которые могут быть к этому причастны. Получить ответы на то, что здесь происходит. Надоели слухи, надоели разговоры за спинами, надоели обвинения со стороны площадки сектора Д в том, что мы там тут устраиваем какую-то бучу и какие-то там протесты. Если на то есть легитимное решение о смысле наших магазинов, мы хотим знать, чем оно подкреплено, каким решением, и мы вправе это знать, потому что налицо факт того, что люди, которые нас об этом уведомляют, если это менеджмент property Ukraine, то юридическое лицо, с которым мы заключали договор, они должны были уведомить нас уже давно. На сегодняшний момент мы не имеем ни одного права устанавливающего документа. А в то же время, вот я здесь тоже общался с предпринимателями, люди говорят, что предупреждены, что уже в этот понедельник, как вы уже говорили, сносы, что это будет? До меня дошел такой услуг, это будет снос магазинов, которые находятся под площадкой терминала, и рядом, два ряда, в том числе в котором и мой магазин находится, и магазины других предпринимателей. Просто говорят, освобождайте, готовьтесь к тому, что мы вас будем сносить, это говорят... Ну еще раз, вот основание, вот хоть какую-то бумагу вам показывали или нет? Конкретно ответственному здесь от property management Ukraine, директору площадки сектора Д, Зайцу Сергею Геннадьевичу. Видим милое, улыбающееся, легитимное, полное благоразумие лицо, которое, вовлекая нас в эти разговоры, предлагая нам уже какие-то варианты снять где-то другие магазины, но на вопрос, подскажите, пожалуйста, есть хоть одна бумага, говорящая о том, что вашим словам можно верить на основе какого-то правоустанавливающего документа? Ребята, мы живем все в таком мире, так бывает, на сегодняшний момент мы полностью сами в неведении, это он утверждает, все вопросы к городу, то, что делает город, мы не в курсе, частично в курсе мы были предупреждены, ну, я не хочу в таком ракурсе вести разговоры, вас, если кого-то что-то интересует, пожалуйста, в отдельности, с каждым я встречусь и объясню. С каждым в отдельности? В очередной раз мы хотим конкретно объяснить. Так, а сколько времени, допустим, займет, чтобы с каждым отдельности, ну, хотя бы из 500 предпринимателей встретиться? Мне тяжело об этом судить, потому что я знаю, сколько времени заняла реконструкция 2011 года, о которой нас не предупреждали, навязали силовым путем, просто силовым путем, под угрозами того, что просто заберут место и сказали, что здесь, в преддвериях Евро-2012, мы не хотим видеть Шанхай, который здесь процветает, поэтому принято решение, проект мы с вами согласуем. Правоустанавливающих документов проектных организаций я не увидел на вопрос, архитектор города Чеченецкий или какие-то органы, которые ведут непосредственно эту деятельность на территории города, в курсе этого всего. Нет, они не в курсе, и вообще, зачем вы это от нас требуете, вам что-то не нравится, вы можете освободить свое торговое место. Было дословно сказано, если вы хотите, мы вам объясним, это будет даже лучше для вас, это будет прекрасное место торговое для вас. Таким путем с нас взыскали деньги, в размере я пока не буду называть это все, все-таки это... Ну это сотни гривен, тысячи гривен, десятки тысячи. Мы не говорим о гривнах вообще, то есть они были даны конкретно людям, конкретно каким, эти люди есть и работают, и продолжают здесь работать. Да, действительно сделали нам реконструкцию, да, действительно сделали нам пристройки. Не, ну вот я сейчас просто вопрос задам, вот интересно, то есть получается в 2011 году вот это была реконструкция построена как... Нет, реконструкция была именно крайнего ряда. А, крайнего ряда, да. Крайнего ряда 17 магазинов. Эти уже были, да? Эти магазины существовало, они просто были построены, проданы людям. Каждый человек, который вкладывал вот эти дискоязычные игруны, отдавал сюда, ну, ссылаясь на здравый смысл, что поставили в покое, опять-таки же, за люди, и дали работать. Никто в этом мире не хочет конфликтовать ни с кем. Понятно, что у каждого есть своя работа, кто-то ее выполняет добросовестно, кто-то недобросовестно, на то есть соответствующие органы, которые дадут этому оценку. Потом, в дальнейшем, в разбирательстве, в общем. Вернусь к тому, что мы обратились к правозащитнику, юристу Александру Коряки, с коллективным письмом, чтобы он взял под опеку и под защиту нас. И все-таки юридическим языком помог нам добиться письменных ответов от всех органов, которые принимают в этом смысле непосредственное участие, в том числе и от сектора ДР, рынка Барбашова. Какова наша участь, что нас ожидает в дальнейшем, честно, устали от постоянных угроз такого характера индивидуального. Собирайтесь, уходите, мы вас снесем. Хотим задать вопрос, получить ясность, на основании чего, если на то правоустанавливающие документы, хотим получить объяснение, является ли договор, который нам дали до 2018 года, правомочным в сфере последних событий. И почему никто из администрации концерна АВЭК, и в том числе Property Management Ukraine, не дает нам ясности, по чьим чутким руководствам осуществляются вот такие вот разговоры в отдельности с каждым предпринимателем. Понятно, Сергей. Ну и ваш прогноз, вы все-таки надеетесь на положительный результат? Я всегда надеюсь на лучшее, а спокойнее лишь только потому, что на самом деле, забирая у нас последнее, скажу так, могу четко сказать всем людям заинтересованным, которые хотят что-либо забрать, не только у меня, но и у всех здесь, вы забираете последнее, точка кипения настала. Я думаю, что абсурда, бреда, манифестации несанкционированных, связанных с тем же 19 апреля прошлого года, мы не пойдем на поводу у этих всех людей, мы готовим письма, соответствующие органы, и мы будем задавать вопросы, пытаться законным путем, корректным, получить все ответы, благоразумным, для того, чтобы, если мы идем под снос, Вообще, по здравому смыслу, людям, всем, которых вовлекли в это, должны что-то предложить. Что это будет, насколько это будет устраивать каждого в отдельности, мы будем смотреть уже по ситуации полученных ответов в письменном виде. Повторюсь, почему в письменном, потому что только законным путем мы можем добиться каких-то ответов, в том числе будем обращаться к письменным обращениям к мэру города, для того, чтобы он помог нам, как и тогда, 19 апреля, разрешить этот конфликт. Спасибо, Сергей, желаю вам успеха и всем остальным предпринимателям.